Сотрудники администрации напоминают арендаторам земельных участков о правилах благоустройства. Специалисты департамента имущественных отношений ежедневно проверяют территорию Нового Уренгоя. В договорах аренды предусмотрена ответственность за несвоевременный вывоз мусора летом и снега зимой. В течение определенного срока заносы нужно расчистить и вывести. Она вовсе не фотограф, но фиксировать снежные завалы входит в ее должностные обязанности. Лия Меченко периодически объезжает городские окраины, чтобы лично убедиться в неукоснительном исполнении городских правил благоустройства. Оттого за спиной ее называют снежной королевой. Она следует четко прописанным правилам и не допускает того, чтобы горы белых масс залеживались. Правилами благоустройства предусмотрено, что накапливание снега допускается не более чем на 10 дней. И в течение не позднее 10 дней должен осуществиться вывоз снега. Вот мы выезжаем, как сейчас вы можете увидеть, фиксируем, что на территории земельного участка, но в данном случае в прилегающей зоне, которая также является зоной ответственности арендатора, находится скопление снега. Вот теперь мы сообщим ему о том, что у него скопление снега мы выявили. Он скажет нам, когда он устранит это нарушение. После этого мы приедем и проверим. Тотальные проверки подвержены юридические и физические лица, которые взяли в аренду земельные участки. С теми, кто не хочет убирать завалы по-хорошему, работают судебные органы. И тогда штрафы приходится платить такие, что после них, думаешь, лучше бы все лопатой перекидал. От 50 до 100 тысяч рублей придется заплатить за систематические нарушения. Об этом знает и Денис Коваленко. Здесь Лия Меченко была пару дней назад и решила проверить, как поживает гора снега. В ближайшее время, как положено, мы вывезем снег. Буквально пару дней назад мы только его сгорнули за зданием. Сейчас будем убирать, потому что все равно наше лицо мы не оставим здесь до весны. Поэтому мы его уберем в ближайшее время. За 10 дней вы помните? Да, я думаю, даже раньше. Буквально мы его собрали пару дней назад. День-два начнем сейчас и мусор вывозить, и снег весь убирать. Снежный покров может стать катализатором загрязнения окружающей среды. Он впитывает в себя вредные вещества, а по весне уходит в землю талыми массами. Специальные измерения проводились уже не раз. Доказано, что зимний ковер намного грязнее атмосферы, несмотря на свою белизну. Ну а кроме экологической безопасности важна человеческая. Искусственные снежные преграды могут стать причиной несчастных случаев. Владислав Сининов, Антон Берестянский, Служба новостей, Импульс.